Это точно срочно нужно попробовать. Всем привет! Вы на канале Рами, тут мы воплощаем мечты в реальность. Я Вика, ведущая канала. Сегодня приготовим знаменитую и всемирно известную пасту болоньеза. Ее еще называют спагетти болоньеза. Оказывается, с этим блюдом связано немало споров. Считается, что родом оно из Италии. Но на просторах интернета я обнаружила, что сами итальянцы возмущенно утверждают, что спагетти болоньеза никакого отношения к их стране не имеют и к Болонии в частности. Само блюдо в Италии называется аль-рагу, что переводится как рагу. И по-драгу в Италии понимается любой мясной соус, который томится на медленном огне в течение нескольких часов. Но главный шок контенток – это то, что его не подаются спагетти, а только с тельетели – классической яичной пастой. Итальянцы считают, что мясо лучше сочетается с пастой более плоской и широкой формы. Лайк, если тоже не знали об этом. Так или иначе, вариантов блюда много, и нам тоже захотелось попробовать приготовить один из них. Только для того, чтобы погрузиться максимально в атмосферу Италии, мы решили изготовить все компоненты самостоятельно. Начнем с тельетели. Для них нам понадобится 400 грамм муки, 5 яиц, немного соли, оливковое масло и 100 мл воды. А самую сложную работу по замесу доверим планетарному миксеру «Рамид Модерн». Высыпаем муку, отделяем желтки от белков и добавляем в чашу миксера. Включаем скорость 3 и постепенно плюсуем оливковое масло, соль и воду. Насадка «Крюк» при этом идеально соединит все ингредиенты между собой. Как только консистенция теста станет плотной, останавливаем миксер. Если такого аппарата у вас еще нет, то все можно замесить руками, правда, время не уйдет на это больше. Достаем тесто и оборачиваем в пищевую пленку на полчаса. После того, как тесто отдохнуло, разделим его на 3-4 равные части и приступим к формированию. Чтобы мы получили тельетели одинаковой формы и толщины, у нас к планетарному миксеру есть еще два помощника. Это насадки. Одна специальная для раскатки теста, а вторая для нарезки. Сначала устанавливаем насадку для раскатки, затем руками немного разомнем само тесто и плавно прокрутим. Его через насадку. Выбираем восьмой режим. На нем получается самая большая толщина у теста. Постоянно придерживая на выходе, планомерно будем менять размер от большего к меньшему, уменьшая на один, пока не дойдем до третьего режима. Получившееся тесто присыпем мукой и отрежем неровные края с двух сторон. Далее устанавливаем насадку для нарезки и вновь аккуратно придерживаем на выходе уже готовую лапшу. Теперь можно ее сформировать в гнезда. Вот такая ровная лапша у нас получилась. Ее можно приготовить сразу, а можно засушить на будущее. Конечно, в таком случае палочкой-выручалочкой станет дегидратор. С ним легко засушить впрок массу продуктов, в том числе макаронные изделия. Идеально подойдет Рамит Классик. Ставим на два часа на 60 градусов. Теперь приступим к созданию соуса болоньеза. И для него нам понадобятся помидоры, сельдерей, морковь, петрушка, немного лука, чеснок, специи и два вида мяса. Это будет говядина и свинина. Из помидоров нужно приготовить томатный соус, но не слишком жидкий. Может быть у вас есть варианты, как его приготовить лучше всего? Вы пока пишите в комментариях, а я покажу неожиданный способ. И снова многофункциональный планетарный миксер в помощь. Пара манипуляций и он превращается в мясорубку с большим количеством насадок в комплекте. Именно так мы получим томатный соус идеальной консистенции. Возьмем насадку со средним диаметром. Для томатного соуса примерно 800 грамм помидоров режем на дольки и быстро пропускаем через мясорубку с помощью толкателя. Теперь используем уже мясорубку по ее стандартному назначению. Из говядины и свинины сделаем фарш. Насадку оставим ту же, так как нам нужен средний диаметр. Мясо нарезаем на средние куски и по очереди при помощи толкателя загружаем и измельчаем в мясорубке. Теперь черед овощей. Морковь, сельдерей, лук и чеснок нарезаем мелкими кубиками. В сковороде разогреваем немного масла и первым делом забрасываем лучок, он даст сочность. Плюсуем чеснок и обжариваем до золотистой корочки. Затем добавляем остальные овощи, а через пару минут мясо. Фарш нужно тщательно и быстро помешивать, чтобы он разделился на мелкие фракции. После чего погружаем томатный соус и специи, а также по необходимости добавляем воду. Увариваем примерно 30-40 минут. Вкусный ароматный соус готов. Кстати, если вы кулинарите, то пишите в комментариях, как готовите баланьезу и насколько сильно она отличается от нашей версии. А мы пока приготовим тольятели и соединим их с соусом. Достаем макароны из дегидратора и отвариваем в слегка подсоленной воде после закипания минуты 3-4. Сдабриваем маслом, чтобы они не прилипли друг к другу и аккуратно, красиво выкладываем на тарелку. Для красивой подачи не хватает еще одного элемента, и это, конечно, сыр. Мы взяли пармиджано, и теперь осталось его только натереть. В этом нам поможет также наш многофункциональный аппарат. Легким движением руки миксер превращается в овощерезку с насадкой-теркой. И сыр за считанные секунды становится тонкой ароматной стружкой. По желанию можно украсить зеленью сверху. Вы даже не представляете, какой аромат сейчас стоит на кухне. Это точно срочно нужно попробовать. Это однозначно стоило того. Это вкусно. Запах был максимально ароматный, как я уже сказала, на всю кухню. Запах совпадает со вкусом. Первое, что сразу чувствуется, это вкус макарон. Он явно отличается от магазинных аналогов. И общий вкус блюда, конечно, очень приятный, в меру сочный. Томаты, которые мы сделали. Прям не передать действительно словами, хочется всю эту тарелку съесть сразу. Это при условии, что я не так уж и часто ем мясо. Но я знаю, что у нас сейчас в комнате находится человек, который мясо очень любит. И поэтому я считаю, что он точно должен подойти и попробовать. Тот самый человек в комнате, это тот, который за камерой. Пожалуйста, пробуй. Я думаю, ты уже насладился запахом. И теперь осталось понять, насколько это так же вкусно. Я уже с вилкой пришел, потому что я устал ждать. Евгений Пелен звучал так, что если блюдо приготовлено, то надо за раз есть все, что лежит на тарелке. Ну, чтобы попробовать все ингредиенты, которые находятся в блюде. Ну, я думаю, экспириенс в любом случае интересный, когда ты не только снимаешь. Итак, есть ли какие-то разницы между магазинными, может быть, какими-то аналогами, ингредиентами? Мне не хватило. Это хороший показатель, кстати. Нет, я потому что почувствовал, что... Что-то есть? Паста реально сама по себе очень вкусная. Но хочу именно распробовать уже по другой схеме отдельно пасту. Разными ингредиентами, не в совокупности. Итак, какая-то разница ощущается. Однозначно есть, потому что здесь чувствуется то, что мы сделали на яйцах, на желтках. Это прям сильно чувствуется, реально. Она прям домашняя, вкусная. Ну и фарш, конечно же, не покупной какой-то, а мы сами его сделали. Это прям реально чувствуется, что это хороший какой-то фарш, прям с насыщенным вкусом. И то, что мы сделали помидоры в мясорубке. Ну, не важно, где мы их сделали, но... То, что это помидоры, а не томатная паста, да? Да, типа, именно чувствуется вкус томатов. Это прям очень приятно, да. Слежий такой. Однозначно класс. Получается, что мы создали Италию, не выходя практически из дома, можно сказать. И, наверное, эксперимент, считай, удачным, раз ты до сих пор пытаешься продолжать это все поглощать. Итак, конечно же, экспериментируйте и вы, воплощайте мечты в реальность. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Нам нужна ваша обратная связь, чтобы снимать еще больше таких увлекательных роликов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok